Четыре враждебные газеты могут нанести более существенный урон, чем 100 тысяч солдат в открытом поле. Это слова Наполеона. Наверное, то же самое сейчас можно сказать про четыре сайта или любые записи в социальных сетях. Информационные войны стали повседневностью. Когда и почему это произошло, об этом поговорим с нашими экспертами. 1929 год. В Советском Союзе организовано и навещание. Трансляция радиопрограмм на территории зарубежных стран. Целью было распространение идей коммунизма и доказательство преимуществ социализма перед капитализмом. Уже через год в британском парламенте прошли слушания, на которых обсуждалась возможность глушить советские радиостанции. 1945 год. Британскими войсками схвачен радиоведущий, известный под псевдонимом Лорд Хо-Хо. Англичанин по имени Уильям Джойс разделял взгляды фашистов и во время Второй мировой войны вел передачи на английском языке в эфире германского радио. Это участие в информационной войне стоило лорду Хо-Хо жизни. Он был казнен британскими властями за измену. 1985 год. Началось вещание американской радиостанции Марти, рассчитанной на кубинское население. Программы на испанском языке должны были способствовать утрате доверия к лидеру кубинской революции и руководителю страны Фиделю Кастро, а также дискредитировать идеи коммунизма. Радиостанция получила финансирование от правительства США. После распада Советского Союза оно было значительно уменьшено. Здравствуйте! В эфире «Власть факта» программа об актуальном прошлом. Я Сергей Кудряшов. Сегодня мы будем говорить об информационных войнах в прошлом и настоящем. У нас в гостях Борис Александрович Калягин, журналист-международник, профессор высшей школы экономики. Спасибо, что пришли к нам в студию. И Илья Викторович Смирнов, историк. Здравствуйте! Добрый день! Если смотреть на вопросы исторические, когда информация стала оружием? Или подача информации стала оружием? Знаете, ознакомившись с программой передачи, я задумался, а какой же самый древний мы имеем пример информационной войны в широком смысле. То есть искажение информации в целях манипулирования обществом. И обратился к самому архаичному пласту культуры, который вообще до нас дошел в живом виде, когда не было еще ни государства, ни даже племени в современном понятии. Потому что, собственно, в чем наше кардинальное отличие от любого животного, включая высших обезьян? В том, что полезные адаптации у нас передаются не биологически, а через культуру. То есть тот, кто контролирует информацию, тот определяет будущее. Тогда, может быть, так поставим вопрос. А чем, скажем, информационная война отличается от пропаганды? Я думаю, что нужно как бы разделить вот это понятие информационные войны на два вида. Один вид – это просто часть реальной войны. В условиях войны. В условиях войны, да. Это вот один вид. А второй вид, который мы обычно имеем в виду, более образное понятие – это использование средств массовой информации для воздействия на общественное мнение в определенную сторону, используя информацию. А что касается информационной войны, вот уже в нашем современном понимании этого слова более широком, то я думаю, что по-настоящему, так сказать, мы можем говорить уже о 20 веке и о нынешних годах. Когда мы говорим об информационной войне, мы все-таки подразумеваем пропаганду совершенно конкретных взглядов, чего-то добиваются, каких-то целей, специальной подачей информации. Она может быть как лживой, так и правдивой, правильно? Она может быть разной. Но эта информация специально так подается, чтобы добиться каких-то конкретных целей. Так ведь? Да, я считаю, что для того, чтобы информация была эффективной, производила впечатление на слушателей, необходимо, чтобы она обязательно содержала элементы правды. Конечно, да. Потому что, так сказать, сплошная лживая информация вряд ли произведет такое особое впечатление. А вот элементы правды и особенно акцентирование на какие-то истинные события, которые произошли, вместе с ними можно подать и какую-то свою, так сказать, более фальшивую информацию. И мы знаем, что часто этим пользовались. Но ведь нужны еще и средства, чтобы доставить эту информацию, скажем, не случайно мы идем все время к современности, правильно? Вам все-таки нужна ручка, перо и по мене развития цивилизации вам нужна газета, наверное, еще лучше телеграф. Естественно. Ну и сейчас, я вообще считаю, происходит новая информационная революция цифровая. Вообще, так сказать, если посчитать, вот какие были революции в средствах массовой информации, ну можно сказать, что первое это было изобретение печатного станка и печатное слово. Второе это радио. Третье развитие телевидения. И сейчас интернет, спутниковое телевидение, которые привели к тому, что границы как бы перестали существовать в государстве. То есть информация стала всепроникающей. И доступной. И доступной. Тогда, наверное, самый актуальный пример это уже конец 19 века и Первая мировая война. В середине мая 1917 года на страницах американских газет началась публикация душераздирающих историй о том, как немецкие солдаты расправляются с мирным населением Бельгии. Фигурировали такие сюжеты, как изуродованные женские тела и пронзенные штыками младенцев. Ошарашенная американская публика не подозревала, что подвергается воздействию методов информационной войны, которые разрабатываются прямо на ее глазах. Месяцем раньше президент США Вудро Вильсон подписал распоряжение о создании Комитета общественной информации. Одной из центральных фигур Комитета сразу стал натурализованный американец из Вены Эдвард Бернис. Этот молодой человек приходился племянником Зигмунду Фрейду. В Америку он приехал как литературный агент известного австрийского психоаналитика. Он должен был организовать перевод на английский язык новаторских трудов своего дяди. Вторым человеком в новой структуре стал друг и советник Вудро Вильсона Джордж Крилл. Их обоих пригласил на работу другой советник Вильсона, влиятельный журналист Уолтер Липман. Эта руководящая троица построила работу Комитета общественной информации на принципе сочетания рекламных трюков и использования новых знаний о человеческой психологии. Цель была ясна. Разжечь в американском обществе ненависть к Германии. Для этого следовало внушить людям, что Германия представляет собой угрозу для США. Тем более, что немцы дали повод еще в 1915 году, затопив британское гражданское судно «Лузитания». Среди 1100 погибших было 100 американских граждан. В феврале и марте 1917 года было затоплено еще несколько американских судов. 18 мая США объявили Германии войну. Была объявлена мобилизация одного миллиона мужчин в возрасте от 21 до 31 года. Также следовало собрать с американцев дополнительные средства в виде облигаций военного займа. И перед новой структурой стояла задача объяснить американцам, по какой причине страна сменила свой нейтралитет на участие в войне против Германии. Работа закипела. 19 отделов комитета рассылали в американские средства массовой информации тысячи пресс-релизов о зверствах немцев. И эти материалы еженедельно вызывали к жизни около 20 тысяч газетных статей. Дважды в неделю в газете «Нью-Йорк Геральт Трюбюн» публиковалась колонка Уолтера Липмана, которую перепечатывали все местные газеты в других штатах. Каждый месяц эту информацию воспринимали около 20 миллионов человек. В комитете работали над тем, чтобы для каждого среза населения производилась информация, точно нацеленная на данную категорию. Все, без исключения выходившие в США газеты и журналы, публиковали продукцию отдела иллюстраций комитета общественной информации. Вдоль дорог стояли рекламные щиты с изображением звездно-полосатого человека и надписью «Дядюшка Сэм нуждается в тебе». Перед каждым сеансом в кинотеатрах появлялись волонтеры комитета, так называемые «Люди четырех минут». Всего их было 75 тысяч человек, и они произнесли 7,5 миллионов четырехминутных зажигательных речей, направленных на демонизацию Германии. На плакатах того времени изображался агрессивный немец со штыком, надпись гласила «Отобьемся от этого варвара облигациями свободы». Специалисты из комитета эксплуатировали присущую американцам сентиментальность. Один из основателей современных технологий пиар, тот самый племянник Фрейда Эдвард Бернис, писал в своей статье «Показ страданий маленькой девочки и ее котенка может пробудить в людях ненависть к немцам, а также вызвать желание пожертвовать средства на нужды Красного Креста и на приюты для животных». Илья Викторович, Вы согласны с утверждением, что нацисты довели информационное оболванивание населения или, скажем, информационную войну до определенного совершенства? Или это преувеличение? Ну, так принято считать. Я все-таки их не сравнивал в экспериментальном порядке. Знаете, не будучи специалистом по истории Германии, я просто как зритель могу сказать, что судить, наверное, надо по плодам. Судя по тому, как быстро рухнул Третий Рейх, все-таки чего-то они недоработали. Работали бы они эффективнее, была бы система прочнее. Тогда Вы считаете, что устойчивость к государственному строю зависит от информационной политики? Ну, в том числе от того, насколько глубоко внедрены в сознание людей определенные установки. У меня такое впечатление, что то, как работал Геббелес, это было эффективно в краткосрочной перспективе, но довольно поверхностно. Вот проблема в другом, что Геббелесу умереть все-таки помогли не сами немцы, а этому способствовала Красная Армия вместе с союзниками. Здесь все-таки существенно выиграл военный факт. Да, конечно, поэтому эксперимент нечистый. Мы, конечно, не можем рассматривать историю. Просто мы не знаем, как бы это все продолжалось, потому что есть серьезные исследования, которые показывают, что пропагандистская модернизация как раз общества, она достигла, в общем-то, больших высот. В том смысле, что, посмотрите, как они мобилизовали общество на конкретные цели. Ненависть к коммунистам, к евреям, что воспитание чистое немецкого патриотизма. Более того, они вдолбили в сознание людей, в том числе врачей, что нужно убивать больных своей же собственной немецкой национальности. Ведь эвтаназия была впервые предложена в Третьем Рейхе, вот то, что сейчас вводится в моду в Евросоюзе, по отношению к безнадежным больным якобы из милосердия, к своим же немцам. И только потом эти методики были перенесены на заключенных в концлагерях. И все это люди скушали. В том числе врачи под этим подписывались. И считали, что это гуманно. Ну, вообще, наверное, если брать советский опыт, опыт нашей страны первого десятилетия после революции, можно даже и до Второй мировой войны все эти 20 лет взять, то, наверное, это первый масштабный опыт такой скоординированной информационной войны против одного государства, что мы имеем дело не с одной какой-то страной, не с одной какой-то пропагандой национальной. Здесь идет, в общем-то, речь о международной реакции и с использованием самых разных методов. Настоящая информационная война, я бы сказал, даже в чем-то информационная блокада, как часть этой войны. Ну, я думаю, что информационная война особенно обострилась в то времена холодной войны, когда настоящей войны никакой не было. Горячей войны нет. Но холодная война продолжается, и вот в рамках холодной войны информационная война – это очень важный рычаг, так сказать, воздействия. И на нас вещание было многих станций, и мы организовывали вещание. Кстати, вот наше московское радио вещало на очень многие страны мира, причем на разных языках. Было даже поразительно, сколько я вот работал в Индии в свое время, и я даже помогал московскому радио искать дикторов на различных языках, потому что мы вещали не только на языке хиндии, английском, юрду, но и бенгалии, маратхи, гуджарати, тамилии. То есть разнообразное вещание. Не всегда оно было эффективное, потому что очень часто люди даже не знали, что на них вещает московское радио. Но, тем не менее, вот широкое вещание было. Ну и на нас вещали многие станции. Так что происходила такая определенная идеологическая борьба в эфире, но это хорошо, когда идеологическая борьба не перерастает в настоящую войну. Ну и потом стали создаваться специальные институты, именно рассчитанные на проведение такой идеологической информационной борьбы. Ну вот, значит, United States Information Agency, UCA, значит, как мы говорим обычно, с 1953 года занималась этим. Была очень мощная организация. Вот я работал в свое время корреспондентом в Индии. Могу сказать, что в каждом крупном городе было такое мощное отделение. Значит, United States Information Agency и в Дели, в Калькутте, в Мадрассе, в Помбии. А чего не добивались? Создать хороший имидж Америки или конкретно... Во-первых, конечно, в первую очередь создать хороший имидж Америки. А во-вторых... Ну в этом плане вам, американцы, что здесь такого? Советский Союз тоже это хотел. Да, ну и одновременно, одновременно, конечно, уже в таком вдуманном свете представить политику нашей страны. Понятно. То есть все-таки это элемент холодной войны. Это элемент холодной войны. То есть представлять себя в хорошем свете, а порочить противника. В госпиталь ворвались вооруженные иракские солдаты. Они хватали новорожденных детей, бросали их на пол и оставляли там умирать. Эту эмоциональную речь транслировали крупнейшие американские телеканалы. Ее произнесла 10 октября 1990 года перед Сенатом США молодая девушка, о которой было известно только то, что она якобы медсестра из Кувейта, и зовут ее Найра. Все американские граждане искренне поверили, что иракские солдаты творят зверство с младенцами в госпиталях. Общественное мнение было сформировано. А спустя три месяца так называемые многонациональные силы во главе с США вошли в Кувейт, чтобы освободить его от солдат Саддама Хусейна. Конечно, истинной причиной этого вторжения была борьба за нефть, а не права кувейтских граждан. Так началась война в Персидском заливе, ставшая образцом применения информации как оружие. Выступление молодой кувейтской медсестры было одной из великолепных находок американских специалистов в области public relations. Это выяснилось через два года после самой иракской кампании. Тогда стало известно, что медсестра на самом деле вовсе не медсестра, а дочь американского посла в Кувейт. И ее свидетельство было придумано и написано в одном из крупнейших американских пиар-агентств. Но эта правда уже была никому не нужна, разве что специалистам, изучающим технологии информационных войн. В учебнике выступление вошло как свидетельство Наирой и пример умелого манипулирования общественным мнением. Война в Персидском заливе, война в прямом эфире. Это не просто красивая формула. Действительно, кампания в Кувейте в 1991 году отличалась от всех предыдущих военных конфликтов с точки зрения освещения в СМИ. Важно стало не то, что на самом деле происходит, а то, как это преподносится и какое мнение создается у населения по обе стороны конфликта. От этого в конечном итоге зависел и результат войны. Важность пропаганды в военное время понимали и раньше, но еще никогда не было технических средств, создающих у потребителей информации ощущение полного присутствия. «Я получаю от СНН больше достоверной информации, чем от ЦРУ», – такие слова во время операции «Буря в пустыне» произнес президент США Джордж Буш-старший. Практически же это означало, что решения стали приниматься политиками, в том числе и на основании той информации, которая проходила в эфире. Каждый репортаж СНН становился событием, на которое вынуждены были реагировать в том числе и правящие круги. Появился даже термин «эффект СНН». Информационная война США против Ирака в 1991 году стала частью аналогичной войны против Советского Союза. Американцы теперь уже ни на секунду не сомневались в кровавости режима Саддама Хусейна, а СССР воспринимался как его непосредственный союзник. В репортажах американских телекомпаний постоянно подчеркивалось, что Ирак воюет при помощи советской техники. В СМИ публиковались совместные фото иракского лидера с советскими политическими деятелями, которые были призваны создавать впечатление, что империя зла должна быть, наконец, разрушена. Вам не кажется, что в каждой информационной войне важна не только подача информации, как вы ее доносите, но и определенная, так сказать, идеологическая установка, которая стоит за ними. Если хотите, так сказать, философское обоснование своих взглядов, да? Вы знаете, это же в порядке вещей. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Соответственно, и наука, и искусство, они глубоко пронизаны идеологией. Ну да, и поэтому вот такой профессор Холт американский говорит, что они использовали несколько таких методов деятельности, которые он называл «Стратегия добрых намерений». Это рассказ о том, какие преимущества дает американская экономическая помощь. С другой стороны, «Стратегия лжи» – это приписывание идеологическим противникам несвойственных для них методов, несвойственных действий. «Стратегия правды» – это фактически рассказ о том, что по каким-то причинам наша пресса скрывает или, так сказать, не хочет… и фальшивых высказываний, оно, конечно, производит, безусловно, эффект на население. Интересно, но вы же работали в этой стране, вы встречались с этими людьми, да? Больше того, когда я работал в Великобритании, у меня было целый ряд хороших знакомых на BBC. И меня очень интересовала деятельность того подразделения BBC, которое занималось прослушиванием наших передач. «Радиоперехватов». Ну и вот благодаря этим знакомствам мне удалось побывать на вот этой станции, которая занимается прослушкой. Находится она примерно в 40 километрах от Лондона. И когда, значит, меня привели в зал, связанный с вещанием на Советский Союз, то там сидел человек 10, которые, конечно, на меня не очень добро смотрели, видимо, считая наверняка, что я агент КГБ. И что меня поразило, что там на стене висели портреты всех членов Политбюро и кандидатов в члены Политбюро. Потому что, так сказать, они встали в лицо тех, против кого они выступают. Но действительно мне дали возможность познакомиться с работой, и мне стало ясно, вот почему BBC всегда вот так четко, оперативно, прекрасно реагировало на события в Советском Союзе. Надо сказать, что вообще, вы знаете, что это было много вещательных станций. Голос Амель, и Свобода, и BBC, и Немецкая волна. Но вот интеллигенция советская, она предпочитала слушать BBC, потому что считали, что BBC более объективно, чем другие зарубежные станции. Даже вот такой стишок, я помню, был сложен. Есть забава на Руси ночью слушать BBC. Ну, что днем мы забивали, а ночью было лучше слышно. Так вот, выяснилось, что они внимательно прослушивают программы нашего радио, «Маяк» и «Первый канал» особенно. Вот сидит человек в наушниках, и если вот что-то важное сообщение, он тут же записывает и отдает для того, чтобы BBC могло использовать в своих передачах на Советский Союз. Поэтому получилось так, что примерно одновременно с нашими средствами массовой информации, BBC передавало то же самое, все удивлялись, ну как это они все хорошо знают. Оказывается, вот это четко. Ну, то есть они во многом предвосхитили современные средства распространения информации. Да, четко, четко налаженная сможет. Сейчас через интернет это буквально две секунды. Да, и когда, значит, мы, так сказать, уже дружески расставались, сжали руку, мне преподнесли подарок. Это запись передачи московского радио с моими собственными материалами. У нас ведь было все то же самое, у нас тоже все писалось. Ну да. Но только у нас это было закрыто. Вот помещение радио на Пятницкой, я там работал одно время на «Маяке». Так на первом этаже вот специальное отделение для радиоперехватов. Туда нельзя было пройти по простому пропуску. Но уж обязательно был штамп. Только доверенных людей пускали вот в то помещение, где производились радиоперехваты. Интересно, что ведь постепенно вот то вещание, которое ввели зарубежные станции на Советский Союз, а потом на Россию, оно потом прекратилось. Потому что мы сами стали выступать значительно более критически, говоря о событиях в нашей стране, чем это делали наши зарубежные коллеги. И вот если взять то же самое и BBC, оно уже прекратило свое вещание на русском языке. Ну частично даже американцы прекратили. Но ведь они потом пожалели. Вы помните заявление Клинтон, когда она была госсекретарем, что мы прекратили это вещание, его не было, и потом пожалели, что прекратили. И сейчас, если вы знаете, Конгресс возвращается к финансированию этой процедуры. Считает, что нужно было оставить. Ну что интересно, вы же знаете, наверное, да, что один из архитекторов холодной войны, Джордж Кеннон, который написал известную длинную телеграмму и массу других критических материалов о Советском Союзе, всегда выступал, в общем, оппонентом Советского Союза. И он прожил долгую жизнь, был свидетелем разрушения СССР, исчезновения его с политической карты мира. Как ни странно, даже сожалел о чем-то содеянном. 5 июня 1947 года госсекретарь США генерал Джордж Маршал обнародовал свой план восстановления послевоенной Европы. Он предложил оказать экономическую помощь ряду европейских и азиатских стран, чтобы в дальнейшем усилить в них американское политическое влияние. По программе Маршалла из федерального бюджета было выделено 17 миллиардов долларов, которые направлялись в пострадавшие от войны страны в виде безвозмездной помощи, субсидий, займов и поставок товаров. Львиную долю этой суммы получили Великобритания, Франция, Италия и Западная Германия, союз с которыми был особенно важен для США. Конечной целью этого акта было создание коалиции для противостояния возрастающему международному авторитету Советского Союза, роль которого в победе над фашизмом была в то время для мира бесспорной. В основу плана Маршалла легли идеи признанного эксперта по советскому вопросу дипломата Джорджа Фроста Кеннона. 22 февраля 1946 года, будучи заместителем посла США в Советском Союзе, он направил руководству в Департамент внешних сношений телеграмму под номером 511. Она вошла в историю как самое длинное телеграфное послание, содержавшее несколько тысяч слов. В документе, на основании информации, собранной Кеноном во время пребывания в стране, предлагалась концепция сдерживания растущего влияния СССР в мире. Перед нами стоит сложнейшая задача найти способ совладать с этой силой. Нашему генеральному политическому штабу следует подойти к ее решению с той же тщательностью, с какой вырабатывалась стратегия во время войны и, при необходимости, с такими же материальными затратами. Телеграмма Кеннона была разослана всем чиновникам, отвечавшим за формирование внешнеполитической доктрины США. Позже, под псевдонимом «Мистер Икс», он опубликовал статью в журнале «Международные отношения», где подробно разъяснил свои взгляды на Советский Союз. Они быстро стали общепринятыми среди американских элит. Если в марте 1945 года 55% американцев по опросам общественного мнения доверяли СССР, то к марту 1946 года таких было лишь 33%. Интерес к России Кеннон унаследовал от двоюродного деда Джорджа Кеннона. Его и назвали в честь этого выдающегося родственника, известного журналиста и общественного деятеля, который провел два года путешествуя по Чукотке и Камчатке. Книга Кеннона-старшего о Сибири содержала описание тяжелой участи Катаржан из числа революционеров. После ее опубликования в США поднялась волна общественного негодования против политического режима Российской империи. В 1891 году сторонники Кеннона создали американское общество друзей русской свободы. Джордж Фрост Кеннон продолжил дело своего родственника, выбрал для учебы в аспирантуре в качестве редкого языка русский и в 1933 году прибыл в Москву переводчиком первого американского посла в Советском Союзе Вильяма Буллета. В следующий раз Кеннон оказался в СССР 5 мая 1952 года, теперь уже как глава американской дипломатической миссии. Новый посол был ярым антисоветчиком, хотя многое в России ему нравилось. Он знал и ценил русскую классическую литературу, несколько раз ездил в Ясную Поляну, посещал православные святыни. Чем больше он узнавал культуру России, и тем более непримиримым становился к политической власти коммунистов. Через полгода после своего назначения послом Кеннон выступил в Западном Берлине с резкой критикой советской системы и в этой речи повторил свое пророчество, впервые высказанное им в длинной телеграмме. Рано или поздно Советский Союз сам развалится под гнетом своей порочной конструкции. На следующий день посол был объявлен персоной Нонграда, и выслан из СССР. На этом его дипломатическая карьера завершилась, но он начал заниматься исследованием феномена СССР как ученый. В историю Джордж Фрост Кеннон вошел как архитектор холодной войны. Ну как вы думаете, кардинальный вопрос, Советский Союз помогла разрушить именно информационную войну, или причины все-таки кроются больше во внутренних каких-то вопросах экономика? Я думаю, что это, в общем, комбинация и информационной войны, и того, что наша экономика постепенно стала заходить в тупик. И, видимо, для многих наших собственных граждан тоже стал вопрос ревнушка, что делать дальше? Что делать дальше? Конечно. Безусловно, надо сказать, что даже не столько вот западная пропаганда сыграла свою роль, сколько те наши внутренние события, которые произошли в нашей стране. Понятно. Вы согласны ли? Я как замшелый марксист, конечно, ставлю на первое место базис, но если мы говорим, а это действительно так, что советская бюрократия, идеологическую борьбу, да, это советский термин, начисто проиграла и умудрилась сделать своими врагами даже тех, кто изначально был коммунистом и патриотом Советского Союза, ну, там, как Иван Антонович Ефремов, допустим, как театр на Таганке, например, то причина этого тоже объективная, потому что такое поведение чиновников определялось их положением в способе производства, вот в этой бюрократической системе, быстро решать тактические задачи. Но, к сожалению, вот просто исторический опыт показывает, что на смену таким, как Луначарский, которые могли вести идеологическую борьбу легко, непринужденно и красиво, приходят тупые чиновники, которые умеют только запрещать. Просто, вы знаете, создается впечатление, вот мы все находимся в информационном поле, и эти информационные войны просто стали повседневностью. Как человеку в этом разобраться? Есть ли вообще, что мы можем предложить, так сказать, люди, которые сами занимаются, или уже это все потеряно, здесь полное безысходное? Ну почему? Научный метод, критика источников. Научный метод – прекрасная штука. Вот источник, да, ну, это же все проходит на первом курсе. Понятно. Как с ним дальше работать? То есть для вас проблемы отсечь нужное, ненужное – нет? Ну, это, конечно, ограничено моим доступом к источникам. Я, например, не могу судить о том, что происходит в Таиланде, кроме как через пересказ каких-то людей, приставленных к Таиланду, да? Но в том, что касается меня непосредственно, безусловно, я могу отличить правду от лжи. Сейчас, конечно, огромное количество людей включилось вот в обсуждение информации. Благодаря развитию интернета, благодаря спутникам и телевидению, фактически сейчас почти любой человек может выразить свою точку зрения, обратившись к какой-то орган информации, или даже завязав переписку с кем-то, проживающим за рубежом, высказать свою точку зрения, свои взгляды. Поэтому сейчас у нас такой важный переломный момент и политической борьбы, и идеологической борьбы. Тем более, когда происходят вот такие серьезные, важные события, как на Украине, как воссоединение с Крымом. И вот западная, конечно, пресса, западные средства массовой информации, они очень односторонне освещают эти события. Очень односторонне. Нет, поражает, ну, односторонне, да, но поражает, знаете, еще определенная синхронность. Вот эта вот синхронность подачи информации, тоже она удивительна. Здесь, конечно, большую роль играет интернет, то, чего раньше никогда не было. Вот роль интернета, она в каком смысле? Не получается ли так, что сейчас интернет буквально поглощает всех нас, и в этом смысле это мощнейшее информационное оружие? Что вы думаете? Ну, это средство, так же, как книгопечатание, вопрос, в чьих руках оно находится. Ужасно то, что надвигается дальше. А что надвигается дальше? Есть такая наука нейробиология. И ее достижения реально ставят вопрос о прямом воздействии на психику человека. Неопосредованному уже никакой пропаганды. То есть я нажимаю кнопку, и аудитория у телевизора начинает радостно повизгивать, или наоборот, сжимая кулачонки, кричать «Смерть!». Ну да, но это уже похоже на… Это перспектива технологически надвигается. Вот тут нужно думать, что делать. Это страшно по-настоящему. Я думаю, пока никакого рецепта человечество не изобрело. Но ведь можно пойти другим путем. Здесь китайцы его демонстрируют, можно запретить. Как вы относитесь к запрету на, скажем, каких-то сайтов в интернете, и блокирование его и так далее. Может быть, действительно это лучший и самый простой способ? Почему у вас запрет ассоциируется обязательно с нашими друзьями-китайцами? Нет, я просто как пример. Они показали пример, что это возможно. И там действие достаточно эффективное. Ну, вы знаете, да, что там просто ты включаешь, сайта нет. Ну, технологически. А что будет в Западной Европе с человеком, который выразит сомнение в полезности гомосексуализма, например? То же самое, что в Китае с человеком, который выразит сомнение в полезности коммунистической партии. Абсолютно одно и то же, просто официальные идеологии разные. Вот и все. Здесь одни ценности, здесь другие. Да, ну тогда, получается, вообще критерии размыты. Мы не можем понять истины, где она истина. Получается, где ее искать, если... Ну, вот я повторяю и настойчиво призываю руководствоваться научным методом. Критика источника. Ну, конечно. Ну, запрет – это шаг назад, потому что, во-первых, полного запрета быть не может. Даже во времена самые, так сказать, такие напряженные времена Советского Союза, и то люди слушали радиопередачи и знали точку зрения, которую высказывают на Западе. А сейчас, тем более, в эпоху спутникового телевидения все можно увидеть, услышать, и интернет тоже не так просто полностью перекрыть. Я думаю, что это бесперспективно, и нет даже смысла идти по этому пути. Мы должны просто более четко, широко и открыто высказывать свою точку зрения, свое мнение. И считаться с тем мнением, которое высказывают другие. Что бы мы сегодня ни делали, мы находимся в информационном поле, которое, к сожалению, очень легко превращается в поле информационной войны. Что делать? Наверное, единственный способ – это критически воспринимать информацию. Я благодарю наших сегодняшних гостей – Бориса Александровича Калягина и Илью Викторовича Смирнова. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. С вами была программа «Власть. Факта». Оставайтесь на телеканале «Культура». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин